Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Александр, и я спешу вам рассказать о кресле от компании Britax Römer. Моделька называется у нас. Это King серия, но сейчас она обновилась, и теперь это версия Pro. Доработана, улучшена, как говорится, они усилили сильно. Это одна из самых продаваемых вообще моделей в категории 1 вообще на рынке. Возьмем и другие бренды, и вообще в принципе, потому что первая серия, первая группа у кресел от компании Britax Römer, я ее считаю практически эталонной. Я это всегда в обзорах этих кресел говорю, потому что кресло с 9 месяцев до 4 лет, это 76 сантиметров по-простому и 105 сантиметров роста. Вот в чем здесь фишечка 105 именно сантиметров? Потому что 2-3 группа, которая идет с метра роста, она идет с метра роста. И вы, получается, что раньше, когда, например, кресле было до 100 сантиметров роста, когда там ребенок 95, его пытаются в одежде 95 сантиметров, я имею в виду, рост, пытаются в одежде посадить, он уже не помещается. А в 2-3 категорию он еще по росту не подходит, потому что 5 сантиметров в 2-3 категории, это важно, ремень на горле оказывается. И здесь 105 сантиметров вы спокойно перешагиваете барьер, рубишь так этих 100 сантиметров и пересаживаете сразу в другу по 2-3. Это очень круто, когда вот эти 5 несчастных сантиметров можете спокойно доездить. Запас вот этих ремней спокойно хватит. В общем, это у нас уже обновили, кстати, из-за того, что они убрали, по сравнению с предыдущей версией, это индикацию натяжения ремня. На самом деле максимально бесполезная вещь, вы там тянете, 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 и вот она пикнет в тот момент, когда, типа, достаточно тянуть ремень. Наверное, это кому-то нужно было, но это такая бесполезная вещь, как по мне, что ее потеря, это, знаете, ничего не значит, как по мне. Зато остальное не обновили. Сейчас здесь новая ткань. Даже сама ткань здесь выглядит по-другому. Она хорошо четко натянута. В кинге обычно ткань была попроще. Она чуть-чуть такая, знаете, пулемятая была. И здесь уже, как в старшей модели, в Трайфиксе. Поэтому их даже не рядом стоят, мы даже их не можем отличить. В общем, ладно, я такую предысторию долгую вам рассказываю. Начнем изучать именно это кресло, как будто бы того не существует. Кинга. Категория 1, это у нас 9 месяцев. Соответственно, ребеночек у нас едет по ходу движения. И пристегивается весь свой путь в этом кресле пятиточечными ремнями. Они, кстати, в этой модели обновили полностью подголовник. Его форма изменилась, глубина изменилась. И я не могу сказать, что в предыдущей версии он был плохой. Но здесь он, как в самой топовой модельке сейчас, в Трайфиксе. Поэтому это тоже хорошо. Регулировать его сейчас можно только с помощью вот этой системы руками сзади. Раньше можно было регулировать с помощью петельки здесь спереди. Но, скажу так, невелика потеря. Вы не регулируете его ежедневно. Это происходит раз в сколько-то месяцев, пока ребеночек потихонечку равномерно растет. Поэтому ерунда. Сейчас это кресло соответствует стандарту i-size. А, как вы знаете, i-size это самый современный стандарт безопасности. Самый требовательный к безопасной перевозке детей. И если мы видим i-size, ребенка точно доверять можно. Ну и Britax, извините, у них просто тупо нет плохих кресел, небезопасных. Всегда уровень безопасности один из лучших. И по посадке, по комфорту, по анатомическому форме всей вот этой кресла, вот этой чаши. Оно эталонное. Одна из самых удобных посадок, которая сейчас есть, здесь реализована в этой категории. Что касается наклона, здесь смотрите, вот такой угол наклона. И этого вот так хватает, чтобы ребенок уснул, и голова у него под своим же весом вперед не висела. Прекрасно. В дальней дороге супер. Я сам в большинстве кресел катал своих детей, чтобы у меня сложилось мнение о каждом кресле. Своё личное, именно пропустил его через себя, через своих детей. И здесь действительно одна из лучших посадок. Вот. Что касается ткани, ткани не только внешне она обновилась. Она теперь, как в старших моделях, ткань стала лучше, приятнее. Кстати, что касается ткани, стирайте из щадящей стирки до 30 градусов. Быструю стирочку такую, чтобы она не села, и вы смогли обратно ткань эту натянуть. Потому что, если она сядет, это не гарантийный случай, вам по гарантии этот вопрос не решат. Вот. Собственно, давайте теперь я быстренько покажу, как его прикрепить. Здесь с этим всё очень просто. Здесь вот есть кнопочка, нажимаем, откидываем его сюда. И нужно провести ремень. Просто берём ремешочек. Здесь специальных направляющих, они здесь зелёным цветом выделены. Прокидываем ремень. Застёгиваем его обязательно. Берём верхний, тянем, чтобы нижний натянулся. И нижний возвращаем полностью в это же место, в зелёный направляющий. И теперь нам нужно кресло на себя потянуть и нажать вот этот рычажок, чтобы он фиксатор освободил. И вот так вот давим. Сейчас, секундочку. Обязательно до щелчка вот это нужно сделать, чтобы вся конструкция была натянута. И вот с моей стороны вот такой же есть направляющий. Нужно обязательно ремень за него завернуть, чтобы у кресла была верхняя точка крепления. Вот так вот его натянем, засунем. Вот. И у любого кресла, короче говоря, должно быть крепление снизу и сверху. Просто снизу нельзя. Обязательно нужно, чтобы было допом закреплено сверху. И посмотрите, вот я сейчас могу полностью поднять всю эту конструкцию за это кресло. Здесь абсолютно никаких люфтов. Это наимощнейшая система крепления, на мой взгляд, которая на сегодняшний день существует. И я ей очень доверяю. Как по мне, она абсолютно ни капельки не уступает изофиксу. Вот вообще никак. Поэтому, если у вас нет изофикса, или вы хотите кресло поставить на переднее сидение, у нас почти везде нет изофикса. Это суперкрутой вариант для этого. Вот. Собственно, и все, друзья. По большому счету, мне добавить больше нечего. Одно из лучших кресел в категории 1 с 9 месяцев до 4 лет. Это приблизительно. Вот. И я очень рекомендую рассмотреть эту модельку, когда ищите кресло в этой категории. Оно действительно одно из лучших. На вторичке легко продать. Вообще без проблем. Так что, как-то так, друзья. Добавить больше нечего. Вопросы есть в комментариях, пишите, отвечу. Ссылочка на это кресло внизу, на мир автокресел, тоже будет. Ну, а вам удачи на дорогах. Всем пока.